Теперь вопрос к вам. Какая разница между шарт условия и между руками? Столб. Или между ваджиб? Давай так сначала. Шарт и ваджиб. Какая между ними разница? Шарт перед поклонением. Шарт бывает до совершения поклонения. Так как мы привели примеры. Закрытие оборота, направление на тейблу, взятие омовения. А ваджиб бывает такой же как шарт, но он уже входит внутри, входит внутрь поклонения. А какая разница между рукном и между ваджибом? То есть между столбом и между обязательной вещью в намазе. Какая разница? Если рук наставил, а это не поклонение не читается. То есть если рук наставил по забывчивости или намеренно, то твое поклонение недействительно. Даже если ты его забыл. А ваджиб, если ты забыл, то есть оставил его ненамеренно, забыл просто о его выполнении, то необходимо после намаза или до саляма, или после саляма, так в зависимости от ситуации, сделать два сажда сагу. Так или нет? То есть намаз в итоге действительный. Если же человек оставит ваджиб намеренно, то его поклонение недействительно или нет? То его поклонение недействительно. То его поклонение недействительно. В этом Ваджиб и Рукан, как называется, похожи, так? И Рукан и Ваджиб, если ты оставишь намеренно, специально ты его оставил, тогда твое поклонение недействительно. Если же Рукан ты оставил по забывчивости, то твое поклонение тоже недействительно. Но если Ваджиб ты оставил по забывчивости, то твое поклонение действительно. Вот это разница между чем? Ваджибом и Руканом. И между условием Шартом и Ваджибом, как мы это сказали ранее, так или нет? Для чего пример...